Здарова! Время не только начинать новые проекты, но и завершать ранее начатые. Сегодня я попробую полностью доделать уже собранный танк Т-80. Масштаб 1.35, фирма Миниарт. Красить буду аэрографом, и это будет второй танк, который я буду им красить. Посему не ясно, на что похож будет финальный результат. Правда, стоит упомянуть, что я уже успел поэкспериментировать с аэром на двух подлодках и двух самолетах. Но навыков все равно маловато, да и крашу я очень редко. На экране у нас уже загрунтованный танк, отдельно катки, отдельно гусли. Если интересно, как я дошел до такого, welcome в описании видео. Там есть ссылки на предыдущие серии. Так, что у нас тут творится? На столе у нас разноцветное месиво, и пол танка я уже задул, зеленый цвет. Наверное, и другую половину танка не помешало бы докрасить. Краску использую акриловую, Ammo Mic. Баночку покажу позже. Краску разбавлял фирменным спиртовым растворителем, до состояния молока. Что тут сказать, краситься поверх грунта хорошо. Главное, правильно подготовить краску и аэрограф. Работаю по возможности в перчатках. Это позволит держать руки чистыми и не оставлять жирных следов на модели. Катки. С цельнометаллическими проблем нет. Их задуть в зеленку и готово. А вот над опорными катками и ленивцами, которые имеют резиновые бандажи, то есть являются двухцветными, я долго думал, мудрил, как проще покрасить. Сначала зеленью, а потом черные обода или наоборот, или кистью отработать. В итоге решил задуть черной краской катки целиком. После взял линейку с кучей кружков. Наверняка вы такую видели не раз. Подобрал кольцо необходимого диаметра. Диаметр подбирал из расчета части катка, которую необходимо покрыть зеленой краской. И плюс я говорил в предыдущих сериях, что на этих каточках не обозначен характерный кантик, в который упирается резиновый бандаж. Так вот, этот частично исправляется покраской. Главное подобрать правильный диаметр. Потом на подкрашенных катках увидите, как оно выглядит. Сам каток центрировал в линейке сугубо на глаз. Все, казалось бы, корпус покрасил, катки покрасил, но еще гуси и готово. Что еще надо? Можно заморочиться и сделать танк немного более интересным с точки зрения внешнего восприяния и художественного аспекта. Также не стоит забывать, что в реальной жизни танк это не зеленая однородная масса. Объект, который подвергается суровой эксплуатации и износу. Соответственно, его внешний вид никак не является однородным. В связи с этим решено было попробовать модных штук в области покраски моделей. А именно попробовать цветомодуляцию, везеринг и прочее добро. Ладно, пора пробовать. Немного затемнить и высветлить разные участки танка. Модуляция, так сказать, хотя методы разные бывают. Возьму базовый цвет с номером 932, о котором я упоминал и которым уже покрыт весь танк. И добавлю в него пару капель черного цвета для затенения некоторых потенциально более темных участков модели. Можно долго об этом рассуждать и спорить, что и как затеняется и высветляется, я решил уже хоть как-нибудь попробовать и посмотреть на что оно похоже. То же самое, только уже добавив пару капель светло-серой краски, начинаю высветлять некоторые участки. В первую очередь, лючки и прочие выступающие, ближе к солнцу, так сказать, детали. Скотч поможет сделать интересные переходы. В любом случае, не стоит увлекаться, а то иногда в сети можно увидеть модели с настолько пестрыми переходами, что думаешь, а реально ли такое вообще? Совсем маленькие предметы подкрашиваю кистью, намешав еще более светлого тона. Например, всякие поручни, заклепки. Итого у меня получилось 4 оттенка зеленого цвета. В идеале использовать даже больше, но при этом распределяя их более равномерно и плавно. Тут скорее профи подскажут, как лучше, но единого мнения по поводу высветления и затенения модели нет. Закрепил результат хорошим слоем глянцевого лака. Моделька стала блестящей. Это поможет, скажем, хорошенько приклеить декали, если такие имеются. Или сделать смывку модели. Я воспользуюсь готовой, но можно сделать и самодельную из масла и растворителя. Пролив сверхтекучей темной жижицы на детали, мы получили хороший акцент всей деталировки моделей и различных швов. Теперь модель точно не будет казаться скучной и однородной. И теперь ясно, что современная модель с очень хорошей проработкой деталей будет смотреться значительно эффектнее, чем старая полена из прошлого века. На этой модели с деталировкой в общем и целом порядок. С матовой поверхностью такое не пройдет. Далее метода масляных точек. Накидываем маленьких мазков масла нескольких оттенков, в том числе оттенков охры, сиены и подобных. А потом растушевываем их кистью смоченной в растворителе. Получилось не совсем то, чего я ожидал. То ли поверхность слишком глянцевая, то ли помол пигментов масляных красок недостаточно мелкий. В следующий раз попробую сделать немного по-другому. Растушевав по максимуму разводы, закрыл слоем лака. На данный момент она у меня разложена на секции, уже прогрунтованы. Теперь задую в базовый цвет. Под руками есть краска Tamiya Metallic Grey. Покрашу в этот цвет. После этого подумаю, что с ними делать дальше. Как оказывается, этот серый металлик придает очень хороший цвет гусеницам. Кроме того, Tamiya краска разводится обычным спиртом, либо растворителем от Вальехо, какой у меня оказался под руками. Еще одно преимущество этой краски, что она быстро сохнет. И пока я окрасил все 7 секций, первые из них уже успели высохнуть. И можно было брать рукой и подкрашивать непрокрашенные части. Готово. Пока гусли у меня в разобранном состоянии, можно их как-то подкрасить. Я решил пройти с темной смывкой. Пока гуси сохнут, немного займусь глушителем. Предварительно я его кисточкой закрасил в коричневый цвет. Теперь возьму пигмент ржавчины от хамы. Он, кстати, недорого стоит. И насухо натираю. Здесь важно не засыпать остальной танк этой ржавчиной. Излишки выдуваю в сторону от танка. С патрубками делаю все то же самое, только уже используя пигмент сажа. Немного сажи также накрыло под глушителем. На кончиках патрубков нанес растворителя и сверху сажи, чтобы пигмент лучше закрепился. В идеале следовало патрубки покрасить черным, а уже потом пигментить. Работа с сажей мне так понравилась, что решил ею немного затонировать сеточки и верх корпуса в районе движка. Только позже я понял, что сначала следовало покрыть весь танк лаком, а уже потом наносить пигменты. Опыта как бы не хватает, поэтому не по феншую все получается. Ну и вот, что в целом получилось после маслования. Наиболее заметна работа спереди на верхней лобовой детали и сзади на нижней детали. Также я уже успел нанести небольшое количество сколов серой краской. Немного небрежно, но подкорректирую эту ситуацию вторым слоем сколов светло-зеленой краской. Так сказать, неполное обдирание краски. Здесь поможет, как и с серыми сколами, очень тонкая кисть и произвольные движения. Также можно воспользоваться губочкой. Далее я, пожалуй, приклею остатки шанцевого инструмента. Лопату и топор. Они сверху немного покрыты коричневыми и черными маслами. Подкрашу уже установленные инструменты и запасные траки. Из сложного остался монтаж гусеничных лент. Они у меня состоят из семи секций. Теперь требуется сложить этот пазл и ровненько приклеить каткам. Использовать для приклеивания буду безальтернативно густой суперклей. Он даст мне маневр и надежное соединение. Проходит все довольно трудно, но в конечном счете с успехом. С одной из сторон натяжение гусениц распределилось неравномерно и потребовалось в срочном порядке добавлять один трак. Благо сбоку лежит коробка СУ-76 от того же мини-арта. Вуаля, гусли покрашенные в металл и покрытые смывкой, установлены на свое место. Теперь время запылить ходовую пигментами. Можно накидать грязи, но я не спец в этом деле. С аккуратностью набрызгал немного грязи из такой вот банки. И запылил все светлой пылью. Натру гребни и зубцы траков серебрянкой. Ну и зафиксирую матовым лаком, дабы это дело никуда не улетучилось. Естественно, пигментировать модели надо уже после нанесения финишного слоя лака. Но я как-то пропустил этот момент, поэтому пришлось два раза накидывать пигментов. Пожалуй, с покраской закончил. Готовый результат. Стоит отметить, что вставлена линза фары, установлены штатные триплексы из прозрачного пластика. Не знаю как вам, а мне финальный вид этого танка очень даже нравится. Процесс покраски, растянувшийся на пару месяцев, дал свои плоды. И это время не было упущено понапрасну. На данный момент 80 является моей лучшей моделью танка в плане покраски. Учитывая первопроходца Т-26 и наличие кучи танков, сделанных давным-давно и окрашенных кистью, 80-ки просто нету достойных конкурентов на моей полке. Будем увеличивать популяцию танков, задутых аэрографом. Спасибо, что смотрели этот выпуск. И естественно, дайте знать в комментариях, понравился ли вам танк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok